Итак, американские военнослужащие прямо сейчас воюют с Россией. Это факт. Но какова реакция России? Насколько мы близки к чему-то ужасному? Большинство американцев не знают, потому что новости из России здесь полностью отрезаны. Вам не положено знать. Они подверглись цензуре, как и в Северной Корее. Но вы должны знать, что Министерство иностранных дел России предупредило. Что будут, цитирую, последствия, если администрация Байдена разместит ракеты «Патриот» и персонал США в Украине? Это российская пропаганда. Нет, это просто то, что они сказали. Поэтому, чтобы подчеркнуть эту мысль, российское правительство только что опубликовало кадры с ядерной ракетой Ярс. Эта ракета способна поразить как Соединенные Штаты, так и Великобританию. Вы видите видеозапись этого прямо сейчас. На ней изображена российская ракета, устанавливаемая в шахту к югу от Москвы. Российский генерал сообщил государственным СМИ, что план состоит в том, чтобы поразить Лондон. Цитирую, вам не обязательно поразить Вашингтон первым, это слишком далеко. Лондон находится по соседству. Лондон – главный рассадник всякой гадости. Так что, как бы вы ни относились к Украине, вы можете противостоять российскому вторжению в Украину. Большинство людей так и делают, мы так и поступаем. Это очень серьезно. И можно подумать, что законодатели в Конгрессе заметили бы, что это происходит, но им похоже все равно. Как сказал на днях Адам Шиф, Армагеддон – это небольшая цена, которую нужно заплатить, потому что нам нужно защищать, цитирую, «демократию в Украине». Считаете ли вы, что риск прямого конфликта растет? Я думаю, что она растет. Я думаю, что она управляема. И я думаю, что администрация Байдена проделала замечательную работу, управляя этой ситуацией и не позволяя ей выйти из-под контроля. Но вы видите, что Путин продолжает брицать ядерным оружием, что чрезвычайно опасно. Однако это не может удержать нас от оказания нашей полной и всесторонней поддержки Украине. Так как же нам добраться до того места, где Адам Шиф, который явно нечестен и безрассуден, почти сумасшедший по своему поведению, играет значительную роль во внешней политике США? Это страшно. Почти все, что они рассказывали нам об этой войне с самого начала, было ложью. И опять же, большинство людей не знают, потому что наши новости настолько контролируются правительством США. В Украине американцы воюют с Россией. И это участие значительно возрастает. Согласно многочисленным сообщениям, сегодня вечером администрация Байдена готовится направить в Украину системы противоракетной обороны «Патриот». Это не ракеты класса «Земля-воздух». Это системы противоракетной обороны большой дальности, которые могут сбивать ракеты и самолеты. Они более продвинуты, чем любое оружие, которое эта страна до сих пор отправляла Украине. Это говорит о многом. Еще в марте Пентагон отрицал, что когда-либо сделает что-либо подобное. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил в марте, что, цитирую, «нет никаких дискуссий размещения батареи «Патриот» в Украине». Для того, чтобы сделать это, вам пришлось бы поставить с ней американские войска, чтобы управлять ею. Другими словами, у вас были бы американские войска, непосредственно сражающиеся с Россией. Конгресс не санкционировал это. Американская общественность не одобряет этого. Этому нет никаких оправданий, и, конечно, риск, связанный с этим, очень велик. Но сейчас мы это делаем. Размещение войск в Украине больше не является проблемой. Это уже не теоретическая проблема. Это реальность. И демократы в Конгрессе поощряют это. Смотрите. Мы можем предоставить им систему противовоздушной обороны, в частности, ракеты «Патриот», и мы должны ускорить их поставку. Я призвал Соединенные Штаты действительно уделять приоритетное внимание Украине. Я предложил нам взять ракеты «Патриот», а также другую систему, называемую системой «Эмром». Насколько вы обеспокоены тем, что поставка этих систем «Патриот» может привести к очень серьезной эскалации этой войны, в которую будут вовлечены США и Россия, которые сейчас непосредственно воюют? Я не настолько обеспокоен, Аарон. Я не настолько обеспокоен. Он не настолько обеспокоен, потому что это уже происходит.